Бразильский архитектор Оскар Нимеер, ученик и соратник другого архитектурного гения Ле Корбюзье, оба во многом определили облик современной архитектуры по всему миру. Так вот, Нимеер утверждал, что характерные для его сооружений изогнутые линии, навеянные ему чувственными изгибами форм бразильских женщин. Можно представить себе, скольких он нарисовал. Наши современники, архитекторы, рассуждают, может, и не так экстравагантно, но и они признают высокую роль наблюдений и зарисовок в своей работе. Не только признают, четверо организовали в Москве коллективную выставку своей графики, созданной в семи мегаполисах мира. Они дали ей название «Города в движении». Им очевидно движение городов во времени. Города не меняют своих мест, но на месте не стоят. По улицам несутся автомобили, идут пешеходы, а в окнах домов загорается свет. Это картины оживают на огромных экранах города в движении. Так называется этот проект. Четыре художника и их мегаполисы. Те, в которых им интересно, комфортно, в которых хочется рисовать. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ожидаемо показывает город, в котором живет. Для меня в работах, например, свет – ключевая вещь. Я считаю, что я, в принципе, вообще изображаю не архитектуру, не здание, а свет в первую очередь. Поэтому московский свет для меня довольно характерный. Это свет неба. То есть, понятно, что в Москве довольно холодного оттенка всегда. Рисовать на пленэре Москва позволяет редко из-за погоды. Поэтому главный архитектор предпочитает студию. Художник из Уругвай Альвара Кастанет наоборот любит работать на открытом воздухе. Ему нравится ловить моменты и настроение. То, что может потерять по дороге в мастерскую. Альвара утверждает, что он единственный в мире художник, который умеет рисовать в белой рубашке и не испачкать ее. Он видит свою картину еще до того, как приступил к работе. Обычно я брожу по городу в одиночестве и наблюдаю. Остановиться и начать рисовать меня заставляет хороший свет и интересная форма. Я обглядываюсь пристальнее и только потом начинаю думать, как передать суть того, что я вижу. Специально для выставки серию работ о Берлине создал Сергей Чобан. Там он бывает раз в неделю. Город нравится своей эклектикой и тем, что никогда не знаешь, чего ждать за поворотом. Этот цикл пейзажей дополняют зарисовки, сделанные в других местах, напоминающих Берлин. Например, в Токио. Такая линия метро, которая идет сквозь город. Ты едешь и видишь стены домов, видишь на них гигантские плакаты. Это как раз тот район, где очень много магазинов, посвященных героям аниме. Это все для меня такая очень характерная часть Берлина. Поэтому я пишу здесь хэштег «Эсбан». Эсбан – это как раз наземная железная дорога, которая пронизывает весь Берлин. Американец Томас Шаллер представляет Рим, Венецию и Милан. Путешествуя по городам, он наблюдает за движением жизни в них и течением времени, что почти неуловимо, но тем интереснее за этим охотиться. Анна Галинская, Дмитрий Яковлев, Новости культуры.